Шанс для молодых и амбициозных. Выборы в молодежный парламент второго созыва начались в Вологде. Сейчас претенденты на депутатские кресла подают заявки, а сам парламент будет сформирован в середине ноября. О том, как это будет происходить, расскажет Екатерина Ленинкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь принимаю заявки в молодежный парламент. Да, меня зовут Данил, присаживайтесь, как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Характеристика с места работы, портфолио с благодарностями и грамотами, фотографии, копия паспорта и анкета участника. Весь этот пакет документов в Вологжане Дмитрий Рогачев принес в молодежный центр Горком-35, чтобы стать кандидатом на выборах в молодежный парламент. Его новый состав будет сформирован в ноябре. Дмитрий уже возглавляет профсоюз на своем предприятии, входит в совет работающей молодежи города Вологды. Новая цель – попробовать себя на политическом поприще. Очень хотелось бы проявить себя на этом уровне, поучаствовать в политической жизни. От лица работающей молодежи хотелось бы донести некоторые наши идеи и попытаться реализовать их на практике. Именно такую возможность и дает в Вологжаном возрасте от 16 до 35 лет молодежный парламент. Участники первого созыва работали три года. 30 начинающих политиков внимательно изучали работу городской думы, администрации, учились работать с населением, разрабатывать и защищать законопроекты. Этим же будет заниматься и молодежный парламент нового созыва при поддержке старших коллег. Молодежный парламент – это кадровый резерв для муниципальных представительных органов и, возможно, для региональных. Я хочу, чтобы депутаты нового созыва приели на себя шефство каждый над своим членом молодежного парламента и буквально с собой с первых шагов его подел везде за руку, и чтобы член молодежного парламента, прикрепленный к депутату, стал надежным помощником, верным товарищем, и чтобы он тоже нес солидарную с депутатом ответственность за тот округ, который ему поручили. Новым будет и подход к формированию молодежного парламента. На этот раз в него войдут представители разных молодежных сообществ, профессиональных групп, общественных и партийных организаций. Причем для тех, кто прошел эту парламентскую школу, открываются новые возможности. Например, член первого созыва начинающих политиков Галина Тютикова теперь работает помощником депутата. И в этом году вновь попробует занять кресло в молодежном парламенте. Мне стало очень интересно, во-первых, общение с новыми людьми, разработка каких-то проектов, предложений. Плюс мне очень нравится программа нашего мэра, улучшение города. И как-то я придерживаюсь этой политики, и мне это интересно. Молодежный парламент второго созыва, который изберут в ноябре, будет функционировать пять лет. Ребята станут непосредственными участниками всех процессов работы Городской Думы. Еще одной площадкой реализации политического потенциала будущих депутатов станет Клуб молодого политика Молодежного центра «Горком-35». Представители Молодежного парламента будут организовывать и дискуссионные площадки, и встречи с известными политиками города, ну и вообще будут помогать стать нашей молодежи более политически грамотными. Заявки на выборы в Молодежный парламент города Вологды принимаются до 18 октября в Молодежном центре «Горком-35» и Городской думе на Козленской 6, кабинет 402. После этого претендентов ждут выборы. Второй созыв Молодежного парламента будет окончательно сформирован до 13 ноября. Екатерина Олейникова, Максим Ташковец, Вологда Портал. В частности, очень интересно.